К другим темам активиста-эколога Алексея Дмитриева из Химы Казбили, чтобы ограбить. К такому выводу после первого дня расследования пришла подмосковная полиция. Знакомые Дмитриева уверены, что нападение связано с его гражданской активностью. Он защищал от вырубки парк Дубки, а город от точечной застройки. За что мог пострадать Дмитриев, выясняла Елена Шмараева. Лена? Здравствуйте, коллеги. На Алексея Дмитриева напали сегодня утром около 10 часов, когда он выходил на работу. Бил его один человек, примет пострадавший не запомнил, а соседи ничего не видели. Удар у Дмитриева наносили в основном в голову, все лицо активиста было в крови. Он сам вызвал скорую, а уже из больницы врачи позвонили в полицию. Сотрудники Химкинского отдела полиции целый день опрашивали соседей, выяснили у самого Дмитриева, что ему никто не угрожал, и к концу дня пришли к выводу. В подъезде дома на Юбилейном проспекте произошло банальное ограбление. У человека похитили фотоаппарат, похитили мобильный телефон, похитили плеер и монокуляр. Понимая вот эту общую картину, я могу со всей ответственностью заявить, что это был действительно банальный грабеж в отношении этого человека. Могу сказать, что, к сожалению, он не помнит примет нападавшего, и мы не можем составить фотокомпозиционный портрет. Но при этом я повторюсь, что сотрудники полиции будут прикладывать все силы для раскрытия этого преступления. У знакомых Дмитриева другая версия. Они уверены, что на молодого эколога напали из-за его гражданской активности. Дмитриев принимал участие в акциях в защиту Химкинского леса, боролся против точечной застройки и против вырубки парка Дубки. В выходные 22 апреля он готовил очередную акцию, фото-выставку о строительном произволе в Химках, как он ее называл. Но вместо этого с вывихнутой рукой, сотрясением мозга, Дмитриев несколько дней пролежит в больнице. Разумеется, я не согласна с такими выводами совершенно. Может быть, это было обставлено как ограбление. То есть на всякий случай там у него своровали фотоаппарат, там плеер и так далее. Но на самом деле эти лица, они явно поджидали именно Алексея. Поскольку у нас в Химках такие случаи уже случались не раз, то говорить о том, что это простое ограбление, ну это просто глупость. Не доверяя полиции, которая завтра собирается возбуждать уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса «Грабеж», химкинские активисты перечисляют самые громкие нападения на журналистов и гражданских активистов. В городе был избит эколог Константин Фетисов и журналист Михаил Бекетов. Полиция парирует, активисты делают поспешные выводы и вспоминает недавнее нападение на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, которое было совершено в Балашихе 5 апреля. Сначала некоторые ее коллеги предполагали связь преступления с профессиональной деятельностью журналистки, но теперь на первый план вышла тоже версия ограбления. Милашину, по данным полиции, жестоко избили два судимых наркомана, которые понятия не имели, что она работает в «Новой газете». Спасибо, Лена. Лена Шмараева рассказала об очередном избиении общественного активиста в злополучных химках.